Всем привет! С вами Наталья Клокова. Сегодня 22 января, и я записываю это видео для тех, кто хочет стать успешным, для тех, кто хочет путешествовать в январе. Ну вот я, например, сейчас нахожусь в Абу-Даби, и сзади меня такая красная крыша, это Феррари парк. Это знаменитое место в Абу-Даби, где самая лучшая гоночная трасса Формула-1, где шикарный Феррари парк, ну где в январе сейчас 28 градусов, вода 21, и всё замечательно. Я сегодня хочу записать это видео для тех, кто хочет быть успешным в жизни. И вы знаете, я следую семи правилам. Вот уже много лет я стараюсь выполнять их, я взяла эти правила для себя, так работает моя команда, и сегодня я решила записать в Абу-Даби это видео для вас. Итак, первый секрет. В конце года или в начале следующего, или даже в середине года, если вы решили следовать к своему успеху, нужно сесть и вспомнить, что было самое удачное, самое лучшее, что у вас лучше всего получилось в прошлом году, и записать эти события. И обязательно вспомнить их, и обязательно войти в это состояние, когда вы достигали этих результатов. И когда вы будете выполнять это упражнение, вы будете праздновать. Итак, первый пункт – это праздновать. Второе, что вы должны обязательно сделать, это здесь же, подведя черту, написать, почему вы были успешны, что вы такого делали, чтобы это всё случилось в вашей жизни. И далее мы переходим ко второму пункту. А второй пункт – это анализ вашей жизни за прошлый год. И обязательно нужно найти уроки. Какой самый главный урок в бизнесе вы получили? И второе, какой самый главный урок в жизни вы получили? И какие сделали выводы? Третий пункт – это благодарность. Нужно обязательно поблагодарить тех людей, которые в чём-то были для вас очень значимы, в чём-то вам помогли, или благодаря которым в вашей жизни что-то случилось, и жизнь повернулась к лучшему. Обязательно вспомните этих людей, выпишите их имена и поблагодарите их. И обязательно найдите человека года, то есть человека, которого вы особенно, которому вы благодарны. Следующий пункт – четвёртый. Нужно обязательно написать свои приоритеты. Что вы хотите, в каких сферах вашей жизни должны произойти изменения к лучшему. Это может быть бизнес, это может быть личная жизнь, или путешествие, или здоровье, или всё это, и плюс ещё что-то. И в каждом из этих выбранных приоритетов у вас должно быть написано событие, пятёрка, как минимум пятёрка главных событий, которые должны произойти в этом году в вашей жизни. Пятый пункт – это план. Нужно написать развернутый план по каждому из этих приоритетных направлений, что вы собираетесь делать чётко по месяцам. Ваша деятельность, которая будет связана с данными действиями. И следующий пункт – это шестой. Вы каждую неделю должны возвращаться к этой большой пятёрке, к этим пяти большим событиям, которые должны произойти в вашей жизни. И это должны быть моменты визуализации, когда вы представляете, как вы будете себя чувствовать, когда это событие произойдёт в вашей жизни. И последний, седьмой пункт, которому обязательно нужно следовать – это каждый день в вашем ежедневнике должна появляться запись на тему, что сегодня я сделал для достижения моей мечты. Итак, всего семь пунктов. И если вы будете следовать этим правилам, вы будете успешны. И самые невероятные события, то, чего вы так страстно хотите и желаете, это обязательно произойдёт в вашей жизни. А с вами была Наталья Клокова. Пока-пока!